Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы вновь готовы открыть страницы Священного Писания, чтобы коснуться книги Псалмов. В прошлый раз речь шла о греховном мире, несправедливости, которая тут царит, и кажущемся Божьем молчании на вопле народа Божьего. Сегодня же мы поговорим, как та же книга Псалмов представляет нам Божью справедливость и правосудие. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. А мы продолжаем. Бог наш, мы благодарим Тебя опять за эту возможность сегодня вновь приступить к изучению Твоего Слова. Господи, изучая эти книги Псалмов, Господи, мы идем вместе с Тобой в ту историю, которая когда-то была. И поэтому просим, Господи, даруй нам мудрости Духа Твоего Святого, чтобы мы углубились в понимании тех слов, которые были записаны много веков назад. Помоги нам, Господь, вразуметь и передать. И славим Тебя, Господи, как единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Что ж, братья, предлагаю сразу начать наше с вами размышление. И первый отрывок это Псалом 17 с 4 по 19 стихи. Господа я воспою, призову его и спасусь от врагов. Узы смерти оплели меня, реки гибели меня страшат. Цепи Шуола меня связали, и капканы смерти передо мной. В беде Господа призываю, вопию к Богу моему. В своем храме он меня услышал, мой вопль дошел до его слуха. Задрожала, задресла земля, поколебались основания город. Ярости его затрепетали. От ноздри его поднимается дым из уст его, огонь пожирающий. Вокруг него горящие угли сыплются. Небеса склонил он и сошел. Мрак под ногами его полетел. Воссев на Херумио, мчался на крыльях ветра. Тьму он сделал своим покровом шатер вокруг него грозовые тучи. От сияния, что перед ним бежали тучи, а вокруг град и огонь. Громом в небе прогремел Господь. Голос Вышнего разнесся, а вокруг град и огонь. Стрелы пустил и рассеял врагов. Молниями обратил их в бегство. И открылись глубины морей, и опоры мира обнажились. От грозного голоса твоего, Господь. От дыхания гнева твоего. Господь руку с высоты простер из пучины вытащил меня. Спас от лютого врага, от врага, что был меня сильнее. В день беды напали на меня. Но моей порой был Господь. Итак, как в этих текстах представлен нам Бог? Очень хорошо представлен Бог в этих текстах. Он представлен тем, кто является крепостью, избавителем, как пишет Давид здесь. Мы видим, что это особый псалом. Давид пишет его в честь избавления от Саула. И Господь является верным хранителем народа своего, поддерживающий и укрепляющий. Мне очень нравится, как здесь Давид пишет в конце этого псалма. Он говорит, что поступил Господь со мной по праведности моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. И он несколько раз это упоминает. Он вознаградил меня по праведности моей, по чистоте рук моих. Не в моих глазах Давида, а в его глазах. То есть это очень важно. Бог приходит на помощь к Давиду, потому что он видит его стремление быть праведным. Он видит его стремление жить по совести, по чистоте, поступать непорочно, как будет написано в псалме. Раскаиваться в своих ошибках и в грехах. И в таких случаях Бог всегда старается поддержать своего верного. Даже если не будет такого явного избавления, то по крайней мере этот человек все равно не будет оставлен. Мы знаем много примеров в средневековье, когда праведников сжигали на кострах, но они видели, они чувствовали и видели воочию, как Давид здесь, что Бог и ангелы пребывают там рядом с ними. Они не чувствовали боли, таким образом они упокаивались. Или тот же Стефан, который видел небо отверстием. То есть никогда человек, стремящийся к Богу, не будет им оставлен. Я как-то выражал когда-то, в зависимости от каких кругах мы растем, то иногда имидж Бога отличается в зависимости от спектра либеральности. Например, если боли в либеральных кругах, то Бог такой тоже либеральный. Если в консервативных кругах, то Бог тоже консервативный. Соответственно, как бы и мнение о выражении силы Господней. Например, есть люди, которые абсолютно верят, что спасение всегда приходит только от Бога. Значит, люди никаким образом не влияют ни на спасение, ни на помощь и так далее. Характерно тоже мнение, что Бог такой слабенький, старичок, с длинной бородой. Он никого не этот. И даже оттуда и учение о том, что в конце концов Бог такой добрый, что он даже и грешников всех спасет. Даже который сейчас его не принимает, все будет в конце хорошо. Цветочек маленький, говорится, и черешня наверху такая, вишенька. Что все хорошо. Нет, этот псалом показывает очень яростного Бога. где буквально все, как говорится, whole fabric, буквально вся структура, вся природа буквально ему повинуется. Для меня этот псалом был в свое время очень таким поворотным. И даже делал такое не то, что демонстрацию. Сам себе так даже думал. Вот если я скажу в воде, уйди, она уйдет? Она же не уйдет никуда. Она будет в стакане стоять и все. Но Бог скажет, уйди. Она уйдет. Просто потому, что он такой властеливый. Значит, представляется Бог, который буквально безграничный. Он безграничный. Так что я восхищаюсь такими. Да, конечно, сейчас на тучи не прилетит Господь там с этим, как говорится, как Зевс, с молнией. Он не пустит, так как это выражается. Такого сейчас не будет, так это не видно. Но скажите, приятно ощущать то, что все же наш Бог, это Бог справедливый. И рано или поздно, но даже и в этой жизни. То есть не обязательно только в конце истории человечества, но и в этой жизни эта справедливость восторжествует. Ну вот смотрите, вот мы остановились на 19 стихе, 20 стих говорит. Он спас меня, ибо меня он любит. То есть Давид, он был уверен. Ведь помните, как он шел против Голиафа? Он имел уверенность вот этих в отношениях с Богом, да, что Господь его не оставит. Здесь, конечно, он суммирует все, все вот эти битвы, которые он имел, и врагов, которые на него. И когда он вышел из этой ситуации, он был уверен, что Господь его проведет. То есть его уверенность была основана на чем? На том, что он был уверен, что Бог его любит. То есть вот эти взаимоотношения. И вот это понимание, то, что Бог нас любит, имея наши взаимоотношения, она нам помогает пройти вот эти все переживания, страдания, тяжелые моменты, финансовые проблемы, когда мы имеем уверенность в том, что Бог нас любит. У меня, знаете, какая мысль еще тут возникает? Я вот смотрю на нашу жизнь, и порою нам же очень хочется, чтобы Бог по справедливости поступил с теми людьми, особенно которые там, может, причиняют нам какую-то боль или какую-то обиду. И мы не раз видим, вот сегодня мы еще коснемся тоже, когда люди взывают о справедливости Божьей. И это, по большому счету, ну, наверное, тоже нормально, да, когда мы просим, чтобы Бог совершил эту справедливость. И, повторюсь, я рад, что я вижу такого Бога вот в этих псалмах, которые мы сегодня еще и будем и дальше читать, что все же Бог не всегда тянет до какого-то последнего момента. Есть ситуация, когда Бог говорит, все, иду посмотрю, что там происходит, и положу конец тому беззаконию и греху, который там творится. Центр Роман, мне очень понравилась мысль, что Бог положит конец. Вот Давид об этом, он говорит, он воздает моим врагам за меня, и он избавляет меня от моих врагов. Хуже, когда человек сам решает восстанавливать справедливость, воздавать врагам и избавляться от врагов. Вот тогда мы переходим в черту и берем на себя правосудие и вершители судеб. Когда праведник, пусть страдает несправедливо, но вверяет суд и справедливость в руки Божьей, он всегда будет оправдан. Ну вот тут как раз у меня есть и следующий вопрос по этому поводу. Илья частично его коснулся тоже. Но ведь смотрите, даже в ситуации с Давидом, как совершилось правосудие? Ну не молния же пришла, как Илья сказал, да, с неба и поразила Саула за все его нечестие, то, которое он совершал. А что случилось? Война? И во время войны Саул погибает, да? И такая же ситуация, она практически в каждом случае, да? Когда решается какая-то проблема, она чаще всего решается с помощью человеческих рук. Но я сталкиваюсь с тем, и я думаю, что не только я, когда люди говорят, что нет-нет, нам не надо обращаться к людям. Ни к юристам, ни к врачам, ни к каким-то там еще другим людям, которые занимаются помощью в той или иной сфере. Бог сам решит. Он обещал, будь только верен. Мне кажется, Роман, это чуть разные сферы затронуты, потому что Давид не обратился к филистимленам и не договорился с ними, чтобы они убили Саула. Или, допустим, мы знаем из Нового Завета, когда нечестивый царь сидел и против Бога, принимал на себя почести Бога, и тут же умер и был изъеден червями. То есть это явное мешательство Бога. Когда мы пытаемся решить свои проблемы с помощью рук человеческих, Бог этого не приемлет. Но если мы, скажем так, созидаем что-то с помощью рук человеческих, ты вспомнил врачей, там еще что-то, то есть это другие вещи. Это не месть, это не отмщение, это не воздание справедливости. Если мы используем законные принципы, у нас есть законное право, у нас есть люди, которые отстаивают это право честно, которые могут пойти с нами в суд как адвокаты, то мы используем это. Но если мы приплачиваем адвокату, говорим ему ложные факты, вовлекаем его в то, чтобы он смахинировал, что-то сделал, ну это неправильно. Я думаю, что то направление, куда Роман вел, как бы, Бог законный, Бог порядка во всем. И как мы видим с историей, Бог больше использует, будет работать сам в законах, которые поставил. Другими словами, он не всегда будет останавливать землю, посылать молнии, потому что кто-то что-то понравилось. Другими словами, он сделал законы природы и они будут работать, он будет с ними работать. Но в основном он действует через руки человека по нескольким причинам. Во-первых, ну там много причин. Одна из них это, чтобы мы просили помощи. Это одно. Другое, чтобы мы что-то делали. Это даже принцип говоря о бедности, о котором мы поговорим позже. Потому что если человек ничего не будет делать, он ценить этого не будет, ему нужно что-то сделать. Так что если говорить со стороны природы, почему Бог сам это не делает, он работает в соответствии с своими же законами. И только в редких случаях он останавливает землю, остановит солнце над Гаваоном и так далее и тому подобное. А в основном это через людей. Так что я понимаю тот вопрос, куда роман это идет. В основном это через руки человека. И если мы не используем те ресурсы и те возможности, которые Бог дал, то мы неверны ему. Это как говорится, знаменитая история, там затопление, человек на крыше сидит, молится, что Бог его спас. Прилетел вертолет, он говорит, давайте заберу, нет, Бог меня спасет, лодка и так далее. И в конце он умер, а Бог сказал, я тебе троих посылал, ты не спасся. То же самое, как бы такое же сравнение. Ну мне понравилась и эта мысль, и понравилась тоже мысль Саши. Что по большому счету, если вот так подвести итог в этом блоке, что по большому счету, если мы обращаемся к помощи людей для какого-то созидательного дела, для доброго дела, то это нормально. Но если мы начинаем наказывать с помощью людей, ну то есть совершая правосудие, да, на свой манер, то вот этот уже совсем другой вопрос. Если Бог будет использовать этих других людей без нашего участия, то это его право, чем он пользуется. Но мы, как люди, не должны делать это, решая вопросы таким образом. Да, как в жизни Давида. Смотрите, он всегда молился за Саула и говорил, «Не подниму руки моей на помазанника», даже когда вот стоит с ним в одной пещере. Но Бог сам решил этот вопрос через другого человека. Дальше приглашаю вас прочитать Псалом 9 и 19 стих. Нам только кажется, что мольбы нищих забыты, надежда обиженных не погибают. Надежда для угнетенных и обиженных. В чем она состоит, исходя из этого текста? Что не всегда правосудие, оно совершается сейчас, когда мы хотим. К сожалению, с нашей точки зрения, как человеческой, оно иногда откладывается до последнего суда. Знаете, как говорят, что справедливости нет в этой жизни. Но существует совершенная справедливость, которая будет восстановлена в конце времени, когда Господь совершит свой суд. Мне кажется, что в этом тексте есть еще одна деталь, которая очень важна. Что Бог не забыл о вот этих бедных и нуждающихся. Только кажется, что Бог их оставил. А на самом деле он видит, он помнит, и в этом и суть надежды для людей, которые оказались в таких сложных жизненных обстоятельствах. Мне кажется, вот эти стихи, они демонстрируют вообще характер Господень. Ведь Господь и Бог есть любовь. И все, что идет против этой заповеди или против вот этого принципа главного любви, это любой формы обман, любой формы унижения. Бог всегда станет на сторону слабого, потому что это его характер. И мне кажется, для нас это хороший пример, что если мы не сострадаем сиротам, бедным, нищим, угнетенным, униженным, слабым. Если у нас вот не йокает ничего внутри, нам нужно задаться вопросом вообще-то, у нас есть ли вообще любовь к Господнюю. Потому что очень легко быть на стороне выигрыша, очень легко быть на стороне хороших, ярких, таких вот. Но не на стороне, а те, которые нуждаются во внимании, нуждаются в общении, нуждаются, которые нуждаются. И это демонстрирует Божий характер. И что в конце концов Бог держит это все на учете. И нам нужно бояться, что если у нас такого отношения нету к тем же самым людям, которых заброшено, закинут, потому что у нас все хорошо и нам все достаточно. Мы хата с краю. То нам нужно бояться, потому что придет суд. Придет суд. Ну интересно, знаете в чем? Мы, конечно, этой темы тут касаемся не один раз, а как правильно сострадать, чтобы не поощрять этот образ жизни у людей, да, а действительно им помогать. Тут, конечно, тема очень обширная. Но вопрос простой. Вот любой из нас или любой из наших зрителей, человек, который работает на работе, трудится для того, чтобы что-то иметь в доме, как-то порабрести, никогда никого не обижает. Ну то есть если там он работодатель, честно всегда выплачивает зарплату. Ну то есть во всем старается жить в согласии с волей Божьей. Чего его должна мутить совесть за какого-то бедного человека? Не он, ведь не он является причиной того, что этот человек сирота, вдова, нуждающийся и так далее. Чего его должна грызть совесть за то, что он не принимает участие в жизни этого человека? В крайнем случае, если говорить о нас с вами, да, о нашей стране, есть государство, мы платим налоги, оно несет ответственность за каждого гражданина и за этого бедного и нуждающегося тоже. Там два вопроса, которые я хотел бы развить. Один, никто не отменял ум и здравый смысл при помощи, потому что мы всегда найдем людей, которые будут стоять с протянутой рукой. Всегда, потому что если у человека есть, ему еще надо больше. Так что все, не все, которые выявляют себя нищими и нуждающими, на самом деле нищие и нуждающие. Я никогда не забуду историю моего родственника. Работы не было у них, когда был экономический кризис, как бы не было, не было работы. Работа, работа, и все выслали им еду, продукты и так далее. А потом узнали, что это, ну, он хотел зарплату повыше. У него, он мог работать, только он не хотел. Что, за 12 долларов в час? Я что? Этот, нелегальный мексиканец, что ли, так работать? Конечно, да, он не нуждающийся был, но все ему помогали и так далее. Это один уровень людей таких. А другой, отвечая на вопрос, почему мы должны, есть ли ответственность на нас помогать бедному тому, которому мы ничего не сделали, не были причины этого. Ответ на самом деле простой, но я думаю, что мы все знаем. Потому что все, что у нас тоже получили, мы бесплатно. Один скажет, нет, Илья, я сам работал. Он говорит, нет, ты не сам работал. Кто тебе дал эти силы? Ну, если так прийти, а кто тебе дал знания, способности, возможности, обстоятельства, как ты получил эту работу? Так что там буквально, если посмотреть и быть очень-очень честными сами собой, очень честными, даже если ты родился в состоятельную семью. А кто это состояние дал твоим родителям? Не то, что Бог там дал, ну, это там тоже целая аргументация есть туда за и после, но, если коротко сказать, все, что у нас есть, это результат Божьей милости. И Божья натура, это любовь к бедному, и мы, следовательно, должны просто быть Божьими руками, ногами здесь на земле, в помощи нищим. Но не без ума. Спасибо. Потому что Христос сказал, блажение давать, чем принимать. И когда мы поступаем так, мы подавливаемся нашему Господу. Мы хотим быть похожими на Него. Он посылает солнце над добрыми, над злыми, над теми, кто хорошо работал и кто ленился. Он заботится об этом мире. И Он хотел бы, чтобы, если мы Его, мы также проявляли заботу об этом мире. Понятно, что мы не сможем помочь всем. Бог и не ставил перед нами такой целью. Но в жизни каждого человека есть люди, которые обязательно будут нуждаться в нашей помощи. И мы сможем им помочь. Хотелось бы еще одну мысль озвучить. И это очень немаловажно. Я никогда не забуду, когда у нас должна была быть миссионерская поездка в Сибирь. Лет 12-13 назад не получилось у нас поехать в Сибирь. Поехали мы в Украину. И там мы евангелизировали распространение Евангелия. И подошел один человек к моему брату и говорит, важно написано, что просящему дай. Мой брат такой, да, дай часы. Мой брат дал ему свои часы. Часы были неплохие, не очень дорогие. И это показывает в том, что иногда многие из нас нам очень сложно сказать нет. И эти бедные иногда, на самом деле под овечьей шкурой, они агрессивно потребители, такие пьявки. Они высасывают абсолютно все. Так что у нас бывает, к чему я мысль веду. У нас такая культура, что мы, да, мы помогаем бедным, помогаем бедным, помогаем бедным. На самом деле им помощи не нужны, а нами пользуются. Опять тот же смысл, не надо терять рассудок. Вот говоря даже о многих мигрантах, иммигрантов и других людей. Многие из них на самом деле нуждаются в помощи. Но скажу вам тайну, подавляющее большинство из них приехали с деньгами сюда, потому что без денег люди остались там, они выехать не смогли. Приехали сюда и просят помощи. Опять, я не кидаю в камень никакой огород, но чтобы нас не пользовали, и чтобы мы Божий ресурс, который Бог нам дал для помощи настоящим бедным, мы не отдавали тем, потому что нам кажется, что им нужнее. Так что в контексте Божьей помощи мудро нужно поступать так, чтобы по-настоящему бедные получили нашу помощь, а те, которым не нужна помощь, чтобы мы, как говорится, сказали, извини, сам работаем. Я думаю, что здесь тоже нужно с мудростью подходить. Вообще, честно говоря, хорошо молиться об этом. Я говорю, Боже, я хочу кому-то помочь, ну пошли мне того человека. Потому что действительно сегодня обмана существует очень много. И знаете, у нас тут очень часто стоят на перекрестках, люди просят. И я не люблю давать, потому что человек я вижу ленивый, он хорошо одет и там стоит с такой хорошо написанной, как говорится, запиской, дайте денег. Но я как-то имел такой опыт, я молился, говорю, ну как-то я себя чувствую плохо, не даю, не даю. Я говорю, Боже, пошли мне людей, чтобы действительно, которые нуждаются дал. Я помню, на заправке заправляюсь, подходит молодой человек ко мне, так неплохо одетый. И смотрю, такой уставший какой-то, такой, знаешь, замученный, знаешь. И он мне просит, слушай, дай пару долларов, такие голодные. И у меня не было мелких, я помню, то ли 50 дал долларов, то ли что. И отдал так, думаю, нормально, просил Бога, значит, послал. Но думаю, слушай, я посмотрю, что они делают. Я смотрю, он побежал, подругу вытащил с машины. Смотрю, такие счастливые, побежали в этот Дель Тако или Тако Белл. И набрали еды, и действительно они голодные были. Ребята, понимаешь, я такой, думаю, видишь, действительно, просишь у Бога. Бог посылает людей, которые нуждаются, действительно, они, которые просто хотят от тебя поиметь пару долларов. Дай Боже мудрости нам во всех этих вопросах, чтобы мы не стали настолько черствыми, чтобы перестали вообще помогать из-за того, что, ну, как бы, тут возможности у каждого. Я приехал без языка, без ничего, я могу работать, заработать, а ты вот тут с языком, со всем, и сходишь с протянутой рукой. Очень непростой вопрос. Но все же я вспоминаю тоже текст из Священного Писания, где говорит Господь, что не переведется среди тебя нуждающаяся сирота, вдова, чтобы я испытал тебя. Потому что, когда мы даем от избытка, ну, то мы, по большому счету, не сильно в чем-то себя ограничиваем. Но когда мы жертвуем, это означает, что мы отдаем то, что на самом деле нужно и нам, в чем мы нуждаемся, но мы отдаем. И это тоже один из процессов формирования нашего характера для вечности. Следующий текст – это Псалом 81. Там, если я не ошибаюсь, всего 8 стихов. Давайте мы прочитаем этот Псалом. Заняв место в сонме Божьем, Бог к ответу богов призывает. Да коли ж будете судить несправедливо, свои решения в пользу нечестивых выносить. И сирота, и слабые у вас должны найти защиту. Права страдающего и угнетенного вы отстоять должны. Вы слабого и бедного спасаете, из нечестивых рук вырываете их. Но эти боги ничего не знают, не разумеют ничего. Во тьме они блуждают, колеблются все основания земли. И все же я говорю вам, вы боги, сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как все люди. Падете вы, как всякий из князей. О Боже, встань, суд над землей соверши, ибо народы все – наследие твое. Здесь очень интересно. Люди названы богами в том смысле, что им дано право вершить суд. Они судьи. Речь идет о власть имеющих людях в нашем обществе. У меня вопрос. Такие высокие требования, они были только к тем судям, которые были в среде народа израильского, потому что это был народ Божий и так далее. Или мы можем ожидать и в какой-то степени требовать даже такого и в нашем обществе, в котором мы живем. Мне кажется, в каждом обществе так или иначе законы прописывают равное отношение судей к человеку, которые приходят к нему на суд. Это было и в древние времена, и не только в израильском народе. Мы находим и кодекс Хамурапи, и другие восточные законы, но и в современном обществе, и в той стране, в которой мы жили, и в которой мы живем. Вопрос лишь только в том, насколько каждый из этих богов, я беру это слово в кавычки, хочет следовать тем законам, которые прописаны. Потому что в какой-то культуре говорят, законы написаны для того, чтобы их обходить. В какой-то культуре стараются все-таки следовать этим законам или придумывают законные правила обходить эти законы. Вот мне нравится, что у Господа оно все так, как он вот здесь говорит. Это все народы его наследия, и он будет судить и судит всегда справедливо. Его справедливость – это самое большое и верное мерило. Мы видим, что общество, оно цивилизованное и успешное именно тогда, когда суды работают. По справедливости. По справедливости. И мы видим, что те государства, которые добились определенного успеха на уровне жизни своих граждан и всего остального, это там, где суды работают. Но недостаток человеческого суда заключается в том, что земные судьи, они не могут видеть мотивы. То, что может видеть Бог. И вот эта уникальность, справедливость Божьего суда, что он судит по мотивам, он судит по внутреннему человеку. И поэтому его суд, он действительно справедливый. И в конце мы видим, что недаром написано, что все приклонятся. Все, даже тот же самый дьявол, он приклонит свои колени и скажет, да, праведный суды твои, Господь. То, что ты нас уничтожаешь, это ты правильно делаешь. Да, конечно, мы служим в Верховном Суде. В прямом смысле слова. Меня всегда удивляет, что у Бога есть и судебные заседания, есть представления фактов, есть свидетели, есть адвокат. Мы уже говорили про адвоката с идеальным его, с этим кейсом, и Бога абсолютно все есть. И интересно, что у нас на земле все моделирует это все. Мне нравится, вот 81 стих написано, отчасти, и почему мне интересна юриспруденция таковая, потому что она изинтересовала, вот эти вот стихи, они отчасти изинтересовали меня в этом. Например, выручайте гонимого и бедняка, от рука злодея спасите его, защищайте бедного, сироту, за смиренного и нищего вступайтесь. Вот буквально вот, что это характер Господень. Господь вступается за невинного и слабого. Ведь мы после падения оказались слабой стороной в контексте вот дьявола, потому что дьявол был сильнее. И только с Божьей помощью мы спасены, нам нужно было внешнее спасение, спасите бедного. Если конкретно отличается этот вопрос, то любой человек, кому даны люди в распоряжении, это вот сейчас у нас, как говорится, нету царей, как таковых, вот, у нас есть начальники, у нас есть на работе, ну, владельцы компании, есть менеджеры, ну, супервисеры, есть лейдеры, ну, разные есть структуры. Любой человек, кому даны другие люди, у Бога к нему возвышенная планка, вот, справедливости. Даже если в рабочих правилах смотреть, то очень часто написано такие правила, например, если работает родственник в компании, где работают и другие люди, какое отношение к этому родственнику. Например, есть даже правило, что если есть родственник и начальник, они как бы муж, жена, бывает, муж начальник, а там жену наняли на работу тоже, то их отдельные департаменты ставят, чтобы не было конфликта, интереса и так далее. Бог всегда заинтересован в том, чтобы не было опрессии, чтобы не было того, чтобы была старая сторона. Это буквально гениально. И мы, если имеем в церкви, потому что мы в церкви служащие, и у нас есть, соответственно, даже говоря, проводя субботнюю школу, то вот на этот маленький момент мы становимся в такое положение, где мы можем руководить дискуссией, вести одному и сказать, молчи, а другому говори. Во всем, чтобы было справедливо, чтобы Дух Господень вел нас всегда вот в этом направлении. И Бог, будучи главным судьей, Он все записывает. Буквально вчера читал, да, открылись бы книги, открылись были книги, и все, будет суд главный. Спасибо. Я тоже как раз на это хотел обратить внимание. Мы, когда слышим такие псалмы в адрес несправедливых судей, мы думаем, ну вот это все туда, наверх. Надо автоматически переправлять просто. Но на самом деле, как Илья сказал, каждый из нас в какой-то момент жизни может оказаться лидером, кто принимает участь в решении того или иного вопроса. В семье ли это нашей, в кругу рабочего коллектива. И надо всегда помнить, что Бог очень требователен к правосудию и тому, чтобы все поступали честно. Следующий текст, который хотел бы, чтобы мы с вами открыли или которого бы мы коснулись, это Псалом 57, с 7 по 9 стихи. Господи, вырви их зубы, разорви их львиные пасти, пусть отхлынут они, как вода, пусть Бог выпускает стрелы, пока они все не умрут, пусть стают они на ходу, как улитки, и пусть, как мертворожденный, дневного света не увидят. Слушайте, друзья, ну это очень жестко. Я даже не знаю, ну по сути это молитва, это воззвание к Богу. Нормально ли, чтобы христианин сегодня молился такой молитвой? Ну, во-первых, надо понимать, что общество того времени, оно отличалось от современного общества, тогда был зуб за зуб, скажем так, око за око. Сегодня судебные, скажем, процедуры и процессы, они чуть-чуть другие. Я не уверен, что будет хорошо, если современный христианин будет молиться такой молитвой, но о справедливости, да, мы можем молиться. Здесь в принципе, мы должны понять контекст, и о чем здесь говорится, это здесь говорится о том, что Господи, в основном справедливость. Да, слова использованы, скажем так, жестковатые для уха современного, скажем, читателя, но принцип, он правильный. Ну, Давид в этой молитве, он не персонифицирует, он не говорит, Господи, вырви зубы или сделай то-то у этого конкретного какого-то человека. Есть здесь сразу изначально заданная как бы тема, что есть нечестивые, и они поступают вот так-то и так-то, делают то-то и то-то. Некий собирательный образ нечестивых, которые, это люди, которые принципиально нарушают Божий принцип, они восстали против Бога, не хотят его слушаться, и он довольно-таки в ярких красках того времени, вот, тех образов, которые используются, призывают Бога справедливости. Он не говорит, Господи, да вот я сейчас им сам это сделаю. Он говорит, Господь, реши вот эту проблему с нечестивыми, сделай так, как необходимо сделать. Мне кажется, что ничего страшного в этой молитве особо нет, потому что она призывает к окончательному восстановлению справедливости. фраза такая, да, я тебя ненавижу, очень такая жесткая, такая, острая, такая, больная фраза, да, но иногда нам не надо, как бы, питать иллюзиями, что мы такие, все святые, хорошие. Очень многих людей ненавидим, далеко идти не надо. Посмотрите на себя, один говорит, человек, ну, мне нравятся все клиенты, но вот индусов ненавижу, ну, потому что были опыты, в основном, отрицательные, особая раса, так что реальная жизнь такая, что христианин ты или нет, но мы ненавидим других людей, но у меня такая была, в жизни была такая ситуация, это так мягко сказать, что когда ты понимаешь, что ты питаешь ненависти, вот абсолютно вот ненавижу, вот ненавижу, когда ты приходишь к Богу и говоришь, Господь, я понимаю, что я его должен любить, но я его ненавижу, и вот этот вот дух, который говорит в этих псалмах, и, кстати, это не только Псалом 57, там 68 и дальше, там очень яркие, даже в некоторых текстах написано, да, рассыпь трупы их везде, да, не то, что мы должны всех убивать, это псалмы, конечно, к этому не призывают, но мы должны быть честными сами с собой, Господь, я их ненавижу, вот не нравятся они мне, но я должен иметь в тебе твой дух, помоги мне иметь твой дух, мне кажется, вот это первый шаг, это признать свою проблему, а то, что да, там, мы всех должны любить, да, все это будут говорить, но реальность совершенно другая, а по отношению к этим псалмам, я думаю, что это в общем говорится о зле, как таковой, не в общем конкретно к человеку, а, например, уничтожи это зло, выбей это все, избавь от зла нас всех, я думаю, вот это вот более, как бы, корректное направление, вот этот дух этих псалмов, не в прямом смысле слова, хотя мне кажется, в порыве эмоций, это имелось ввиду, выбей их зубы, они меня достали, вот, ну, я не знал, обходить этот вопрос стороной или нет, но все же, давайте будем честны, зададим себе тот вопрос, который сегодня волнует многих, вот, во свете того конфликта, который сейчас есть между Украиной и Россией, возникает вопрос, а правильно ли, когда одна сторона молится, Господи, дай нам победу над нашими врагами, или как-то там, уничтожи их, или как там написано было, выбей им зубы, да, нормально ли это, когда верующие ставят перед собою такие молитвенные просьбы, или это должно быть просто там, Боже, даруй нам мир, покой, реши сам эту проблему, которая сейчас возникла в этом конфликте, как вы считаете? Здесь очень просто, поставьте себя в эту ситуацию, когда у тебя жена, дети дома спят, и кто-то врывается в твой дом, что ты будешь делать? Если надо, будешь и зубы выбивать, ты будешь защищаться, ты будешь, ты же не себя защищаешь, ты свою семью защищаешь, в принципе, каждый верующий, он имеет право молиться о том, что Господи, дай нам победу, чтобы мы жили спокойно, потому что это нормальные вещи, в которых не, с другой стороны, конечно, если ты молишься о том, что давайте уничтожим соседнее государство, но это категорически противоречит принципам Библии и божественному видению вообще хода истории, поэтому здесь очень важно отметить, что, да, конечно, в детали удаваться там нам, как верующим людям, не стоит, что там и как это должно произойти, но о том, чтобы пришел мир и победа, потому что победа подразумевает под собой мир и безопасность, которая будет на той территории, я уверен, что мы можем, потому что, как каждый нормальный, здоровый, здравомыслящий человек будет защищать свой дом, свою семью, так точно и страну. Я продолжу мысль Василия, потому что я с ним абсолютно согласен, с некоторыми добавками, и, кстати, в контексте войны, которая происходит сейчас, то я считаю себя американцем, потому что у меня на самом деле нет душевного такого даже привязанности к моей родине, как к Беларуси, потому что я был совершенно мальчиком, когда сюда приехал, так что я прям в смысле слова американец, и у меня это смотрю как со стороны, ну, должна, наверное, душа болит, но у меня она не болит просто, ну, просто нет у меня связи там, вот, это сказав, говоря, что я говорю, это полностью нейтрально к любой стране, это немаловажно. Я бы и сделал отличие, вот у нас закон как говорит, если ты ночью проснешься, и у тебя уносит телевизор, ну, у нас по законам, то палить в него нельзя, потому что ты видишь, что только вырует телевизор, пускай забирает телевизор, уходит, но если заходит кто-то тебе домой, и ты не знаешь, он вооружен или нет, то закон позволяет тебе его убить, прямо в стрельба на убой, неважно, ножом, битой, пистолетом, это позволяет, значит, самооборона, и даже в Новом Завете, в Ветхом Завете, она отличается от убийства, как говорится, напрямую. Ух, непросто, Саша. Роман, да, вопрос очень сложный, я хочу тебе сказать, что люди, что самое интересное, они по обе стороны границы, молятся, чтобы Бог дал победу, чтобы та или иная сторона победила, и все взывают Бога, и с нашей стороны, мы его просто теребим. Я вот знаю, что хочу тебе сказать, что, а кто вообще может запретить человеку молиться, и сказать, как ему нужно молиться, один молится так, и верит, что Бог ответит, другой так, но у Бога уже право, как ответить, кому ответить, и когда ответить. Меня не смущает, что если люди будут молиться вот этой молитвой, потому что в этой молитве мы видим, что они отдают справедливость и наказание, скажем, виновной стороны в руки Божьей. Если в Украине люди будут молиться, Господи, Ты сверши наказание, и Ты знаешь, кого нужно оставить живых, кого нужно умертвить, потому что есть библейский текст, который говорит, кто с мечом пришел, тот отвечает, погибнет. То есть, это библейские тексты. То же самое с той стороны, как люди молятся, кому, чтобы сохранил Бог жизнь родным, или кому отдал, Бог сам решит, все в его руках, чья жизнь будет собрана, а чья будет останется. Самое главное, мне хочется, чтобы в этих молитвах люди все-таки оставляли место для того, что это некий собирательный враг. Если у него какой-то конкретный враг появится, и может так произойти, что придет время, что даже этот враг покаяться, и они простят друг друга. Но это личное дело каждого человека. Мы не имеем права им говорить, ребята, вы так не молитесь, или вот так молитесь. Пусть молятся, это в любом случае лучше, чем произносить проклятие. Будь проклятый вот такой человек, будь проклятый такой. А когда ты молишься, ты все равно в конце молитвы должен сказать, да будет на все воля твоя Божия. И согласиться с этой волей, какой бы она ни была, израильский народ тоже много о чем молился, но, допустим, римская власть никуда не делась, и они смирялись и соглашались. Может все, что угодно быть, если мы доверяем воле Божьей. Я не за то, что мы должны молиться, ну то есть, как Саша сказал, проклинать врагов наших, да? Но мне кажется, что, ведь если мы молимся о справедливости и о Божьем правосудии, да, то есть же заповедь, которая говорит, не воруй. И если ты пришел забрать чужое, то по большому счету ты нарушитель заповеди, да? И тут получается так, а какую заповедь сейчас нам не нарушить? Нам не нарушить заповедь, не убей? Или не нарушить заповедь, не укради? В отличие от Ветхого Завета, нам Бог не дал полномочия забирать жизнь как наказание этой заповеди. И это очень правильный момент, который Саша подчеркнул. Лучше молиться, чтобы Бог совершил свое правосудие. И если мы говорим, Господи, останови врага, то мы понимаем, что, наверное, по большому счету у Бога есть много способов восстановить врага, но один из них Господь говорил к книге Юева, что вот хранилища града, они для того, чтобы совершать правосудие. А он не просто устрашал, он убивал. И мы знаем случаи, когда этот град убивал людей. То есть Бог может остановить и таким путем. Но это намного лучше, когда мы молимся, чтобы Бог остановил, чем, как Саша сказал, чем, чтобы мы прям сами решали этот вопрос своими руками. Поэтому да, вопрос молитвы, он очень непростой. Тем более, когда Христос говорит, молитесь за тех, кто вас проклинает. Да, благоставляйте, а не проклинайте. Мы, конечно, начинаем тут разделять. Когда меня гонят за веру, это одно. А когда это политика, то это чуть другое. Тут очень непростой момент. Я тоже думаю, что, я согласен с тем, что Саша сказал, не надо спешить быть судьями. для тех, кто молится такой молитвой и тех, кто говорит, что не надо становиться на чью-то сторону в этой ситуации. Потому что очень непростой вопрос. Меня больше интересовал вопрос не политики, меня больше интересовал вопрос именно молитвы. То есть духовная, моральная сторона, духовная сторона этого вопроса. Правильно ли это или неправильно? И я согласен, что, наверное, однозначно сказать сейчас очень и очень сложно. Скорее всего, лучше не осуждать. Я бы молился, лично мое мнение такое, я бы молился так, Господи, останови этих врагов, потому что для меня они сегодня могут быть врагами. каким путем, я не знаю, но просто прошу тебя остановить. Да, да. Я совершенно согласен, что останавливать молитву ни в коем случае нельзя, потому что молитва показывает дух. И мы даже в самой идеальной нашей молитве не в самой идеальной молимся, потому что дух все это переводит, все это. Так что я с вами абсолютно согласен. Пускай человек молится, как молится, потому что главное вот суть и дух. Псалом 95, с 6 по 10 стих. На самом деле там есть три отрывка, 98-й, 131-й Псалом, но давайте мы прочитаем только первый отрывок, 95-й Псалом, с 6 по 10 стихи. Величие, великолепие вокруг него, в Освятилище его сила и слава. Признайте величие Господа народы, признайте славу Господа и его могущество, признайте славу имени Господа, идите во дворы его, неся приношение свои великолепия и святости Господу поклонитесь, да трепещет перед ним вся земля. Скажите среди народов, Господь царствует, потому и мир стоит твердо, не колебим он, Бог будет судить народы по справедливости. Этот текст говорит нам о том, что на самом деле справедливость, она будет только на том небесном суде, и что Бог сидит на престоле своем, Он царствует, и Он совершает вот это правосудие, да, что это должно сегодня сказать каждому человеку, кто стремится к правосудию Божьему. Мне напоминает, это так вскоре сказать, заговоры разные, политические, и так далее. И очень много людей попадают в эту дыру, постоянных заговоров, постоянных этих, там нужно то, нужно это. Мы никогда на самом деле не знаем глубины заговоров, на самом деле, дьявола, на Христа и на его людей. И вместо того, чтобы фокусироваться здесь, как я могу здесь что-то сделать, если у нас есть какой-то рычаг, власть, или что-то, ну, возможно, сделать что-то, мы должны сделать. Но если, например, у нас нет возможности, там, что делают над национальной корпорацией, и как они контролируют воинами, то нам переживать за это не стоит, потому что в конце концов они тоже будут перед Божьим судом. Так что, я на это все смотрю так, что если у нас есть, ну, как у начальника, например, или как у менеджера, или как у руководителя какой-то группы, если у тебя есть какой-то контроль над теми, кто, ты делай все, что возможно, не переживай, молись о других, как мы говорили в предыдущем сегменте, молись, чтобы Бог привел все к своему суду. И больше не переживай, потому что очень легко попасть вот в этот цикл, ой, как мне это все не нравится, над нами следят, там войны, это все несправедливо, деньги не настоящие и так далее. Спасибо большое. А мне кажется, этот текст показывает нам, что те, кто ищут справедливости и приходят за этой справедливостью к Богу, никогда не будут посорблены, они обязательно ее найдут. Пусть, может быть, на этой земле мы нашли ее только в виде слова, как бы вот сейчас, читая его слово, его поступки в виде, но придет время, когда эта справедливость обязательно будет установлена. И это помогает мне жить спокойно, потому что, понимаете, я вот со школы еще был борцом за справедливость, мне даже такую характеристику дали в университет, мой преподаватель, борец за справедливость. Вот я боролся, искал, 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 а потом я вдруг понял, когда обратился ко Христу, что эта справедливость всегда была субъективной, она была, скажем так, с моим суждением, с моим видим, как судьей. А вот у Бога уже будет абсолютная справедливость. И я уверен, что она не всегда, мы думаем, что это будет в конце времени. Иногда Бог делает суды свои заранее и совершает суды. Мы не знаем, это тайна Божия, когда это он совершит, но мы знаем, что были наказаны народу в свое время заранее, задолго до того, как Господь совершит свои последние суды. Поэтому мы должны отдавать все в руки Божьи, молиться, чтобы Господь нас вел, даровал нам мудрость, особенно верующие люди должны очень аккуратно размышлять об этих моментах, потому что наши рассуждения, они очень часто основаны на каких-то фактах, мотивациях, локальных, вот то, что я вижу только вокруг. А Бог смотрит на большую картину, картину мира, картину великой борьбы, борьбы добра и зла. Это самый главный заговор, который от самого начала до самого конца. Поэтому будьте аккуратны, смотрите, что мы говорим, что мы думаем, о чем мы рассуждаем. И очень важно, чтобы мы правильно молились. Поэтому сперва мы должны просить у Бога мудрости, чтобы Бог дал мудрости правильно молиться и подать все в руки Божьи. Спасибо большое. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы увидели Бога как справедливого судью, который правосудие совершает и сегодня, но в конечном итоге совершит его в полной мере только в последнее время. Когда мы просим с вами о справедливости, всегда надо помнить одно, что тогда под эту справедливость должны подпадать и мы с вами. А нам чаще всего хотелось бы, чтобы в наш адрес Бог проявлял скорее милость, чем справедливость. Если так, то давайте будем милостивы и к тем людям, которые нас окружают. Но главный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, не забывайте, в Библии есть текст, который говорит, что весь суд мы должны отдать в руки Божьи. Поэтому будем молиться о том, чтобы его справедливость и торжествовала в этой жизни. Я приглашаю вас помлиться прямо сейчас. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты подарил нам возможность еще один раз открыть Слово Твое и коснуться очень важной, поры очень непростой темы справедливости и правосудия. Мы живем в грешном мире и до конца понять сердце человеческое, его намерения, мысли, мы не можем, Господи, но это можешь Ты. Поэтому помоги, чтобы мы всегда были готовы отдать весь суд в Твои руки, полностью полагаться на Тебя и доверять Тебе. И даже если все решается не так, как бы нам хотелось, помнить всегда, что Ты из Судья. И если сегодня Ты принял такое решение, значит, это лучшее, что может быть в этой ситуации. Мы на Тебя надежду возлагаем, Господи. Тебе честь и славу приносим. Аминь. 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 Аминь.